Несколько дней назад Валентина Легкоступова попала в реанимацию. Изначально она наблюдалась в наркологической больнице, куда 7 августа ее доставила дочь. Анета обнаружила маму без сознания в ее квартире. Певица была в состоянии сильного алкогольного опьянения, на голове – травма. Полиция расследует громкое дело. Новоиспеченный муж артистки, яхтсмен Юрий Фирсов, пока проходит в качестве свидетеля. Ранее СМИ писали о его возможной причастности. Якобы травму супруги нанес именно он. Валентина и Юрий поженились около месяца назад. Для Легкоступовой этот брак стал третьим. Также пара обвенчалась в одной из церквей Крыма. Певица говорила, «Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы ведь такие два энергайзера, которые, как мне кажется, много хорошего в жизни сделают». Сын Легкоступовой Матвей утверждал, что после свадьбы мама вместе с Юрием начала злоупотреблять алкоголем. По его словам, связавшись с яхтсменом, певица отдалилась от детей. Дочь Валентина писала накануне, «Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не владея доказательствами. Пусть во всем разбирается следствие. Но ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, все же имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние пьяного неадеквата не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать? Это только малая часть вопросов. Анета резюмировала, «Это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на сегодняшний момент не имеет никакого значения. Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку. Поэтому прошу всех остановиться, не лить грязь и очернять имя мамы, не разобравшись в ситуации. Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами, огромное спасибо. Не надо лишний раз отвлекать врачей звонками. Справляясь о ее самочувствии, лучше просто помолиться. Врачи боролись за жизнь легкоступовой. Но травма, оказалась слишком тяжелой. Анета сообщила. Сегодня в 15.30 не стало замечательного, светлого человека. Самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память.